Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. Сегодня мы будем читать 27 главу этой книги. Она начинается словами. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистинскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гевскому. «И жил Давид у Анхуса в Гесе, сам и люди его, каждый семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинуама и Зраилитянка, и Авегея, бывшая жена Навала, Кармелитянка». Здесь мы видим, как царь Давид переселяется в землю филистинлян. Филистинляне были извеченными врагами Божьего народа, и такое решение Давида, оно требует объяснения. Блаженный Августин в трактате против Петелиана пишет «И какое есть тебе дело до царей века сего, в которых христианство никогда не находило ничего, кроме как ненависти к себе? Говоря так, ты пытаешься сосчитать тех царей, которые праведников полагали врагами своими, и ты не посчитал, насколько большее число их может быть отнесено к друзьям». Здесь Блаженный Августин рассуждает о том, что иногда даже нечестивые цари проявляли внимание к людям Божьим. И далее он пишет «Патриарх Авраам был обласкан и награжден знаком дружбы царем, получившим предупреждение с неба не осквернять жену его, Сару». Это имеется в виду правитель Герарский. «Исаак, сын Авраама, также нашел весьма дружелюбного к себе царя», опять же, Герарского. «Иаков же, принятый с почетом фараоном в Египте, даже благословил фараона. Что уже говорить о его сыне Иосифе, который после испытания в темнице добился великого почета у фараона и даже клялся жизнью фараона». Человек клянется чем-то дорогим для него. «И не от заносчивости, а из чувства признательности фараону за доброту к себе». «Дочь фараона приютила младенца Моисея. Давид нашел убежище у царя других кровей, вынужденный прибегнуть к тому несправедливостью царя Израиля». В этом рассуждении блаженный Августин пытается осмыслить, а почему иногда действительно неверующие люди нам помогают больше, чем люди верующие. И он приводит целый ряд примеров из священной истории, где происходило именно так. Действительно, иногда между нами, верующими, возникает такая ревность друг к другу, неприятие друг друга, когда мы допускаем взаимную клевету, взаимное обвинение. А люди мирские в некотором смысле бывают более нравственны. И это наша проблема. И то, что Давид переселяется к филистимлянам, с которыми он сам вел войну, с которыми Саул вел войну, это испытание для него, но это и вызов всему народу Божию. Давид этим сам, как бы говорит, мне более безопаснее жить среди врагов, чем нежели жить рядом с этим помазанником. Потому что царь Саул, хотя он был помазанником Божьим, но он был человеком, который потерял право считаться благословенным Богом, ибо сам отступил от путей Господних. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. Вот видите опять. Дважды Давид спас его жизнь, пощадил его, и тот опять хотел его искать. Но только узнав о том, что он ушел в землю, филистимлян прекращает это действие. «И сказал Давид Анхусу, если я приобрел боговоление в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, а я буду жить там, для чего работаю ему жить, в царском городе вместе с тобою». Тогда дал ему Анхус Сакелак, посему Сакелак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было год и четыре месяца. Здесь мы видим, что эти люди отнеслись к нему не так враждебно, как в народе Божьем. Они даже согласились на его условии, что он хочет жить в отдельном городе, ему просто подарили этот город. И далее мы читаем, «И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гесурян и Гирзиян и Амаликетян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской». То есть он совершает воинские походы, но не против филистимлян. «И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и валов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу». Кто-то может сказать, но мы ранее читали о том, что Давид ввел войны Господни. А почему он делает такие набеги, почему он убивает мужчин и женщин? На самом деле Давид никого никогда просто так не убивал. Давайте вспомним, что когда Самуил увидел его первый раз, то он увидел свое лицо очень такое румяное, красное, можно сказать прямо красное. И он подумал, этот человек, у него слишком вспыльчивый характер, он будет убивать других людей. Как же я его помажу в цари? И он услышал по преданию голос Божий, который ему сказал, «Да, Давид будет вести войны, но это будут войны Господни». И он будет уничтожать нечестивцев только решением Божьего суда. Поэтому действия таких людей, как Давид или как Иисус Навин, это все равно, что стихийное бедствие, которое обрушивается на людей, люди гибнут. Никто же не подает в суд на грозу, на молнию, которую убило нечестивца, или на землетрясение, которое стирает целый город с лица земли. И сказал, «Анхус Давиду на кого нападали ныне, Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Ирахмеэла, и на полуденную страну Кенеи». То есть в глазах филистинского царя он как бы ведет войну со своими, хотя Давид ничего такого не допускает. И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря, «Они могут донести на нас» и сказать, «Так поступил Давид, и таков образ действия его во все время пребывания в стране филистинской». «И доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему, Израилю, и будет слугом, слугою моим вовек». То есть в глазах царя филистинлян, Анхуса, Давид делал набеги на свою землю, теперь его все должны ненавидеть, но Давид не делал набегов на свою землю и не нападал на Божий народ и не причинял зла помазаннику Божию, хотя помазанник Божий был никудышний в то время, он искал погубить царя Давида. Давид в земле филистинской – это как Христос во время его сошествия в ад. Конечно, его душа тяготилась этими идолами, которые там были, и тем образом жизни, которые там вели, и он отлично понимал, что он долго здесь не задержится. Поэтому в этой истории сосчитаны все дни его пребывания, в стране филистинской, год и четыре месяца. Для того, чтобы показать нам, что он считал дни, он считал недели, месяцы до своего избавления из этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok